С легким паром! Герой известного фильма ходил в баню только под Новый год, а для многих череповчан эта традиция еженедельная. В бане очень хорошо, мы очень любим сюда ходить. Мы только что из парилки и массажи делаем друг другу, всякие процедуры. Отдыхать нам некогда в бане, попариться обязательно нужно. И казалось бы, почти у всех квартирах есть ванная. Однако в городской бане всегда людно. И здесь все – и стар, и млад. Я люблю очень ходить в баню и париться. Мы ходим обычно в четверг, в одно и то же время. Приходят больше иногда одни и те же люди. Говорят, что всех желающих две череповецкие бани не вмещают. А любители попариться с ностальгией вспоминают, что не так давно их было в городе восемь. Бани на Денской помните? Помню. Ходили туда? Ходил. Вот, на Денской ходил. Дальше куда ходил? На Первомайской была баня? На Первомайской я мало ходил. На Чкалово была баня. На Чкалово была баня. А многие просто возмущены. Ведь поход в баню – это особый ритуал. Спешки не требуют, да и отдохнуть хочется с комфортом. Категорически очень мало. Бань тут, ну, две бани. На такой город. Не то, что ли я не люблю людей, но мне лучше, когда народу мало. Ну, размахнуться хотя бы чисто в физические условия. Место, а так залезешь на полок и веником не размахнуться, того и гляди, кого-нибудь за денег. Между тем, только за 2012 год в банях побывало порядка 140 тысяч посетителей. И, как говорят работники, очереди здесь не редкость. И неудивительно, баня на Милюте намещает 80 человек, а в Заречии и того меньше. Строительства новых бань в планах городских властей пока нет, с детскими садами еще не разобрались. Однако на реконструкцию бань в этом году запланировали порядка трех миллионов рублей. Правда, их еще нужно будет заработать самому предприятию. Ремонтные работы ведут по мере возможностей. В четвертой бане буквально неделю назад поменяли скамейки в раздевалке, а в третьей отремонтировали женское отделение. В этом году, в 2013-м, у нас большой ремонт будет по мужскому отделению помоечному. Мы заменим кафельную плитку полностью, сделаем натяжные потолки. То есть у нас обновится практически полностью мужское отделение. Приведут в порядок и парилки, и мебель заменят, а на лето оборудуют зону отдыха на улице. Деньги на ремонт зарабатывают в том числе за счет входных билетов. Так, с 2011 года цена повысилась с 90 до 160 рублей. Активнее предлагают и дополнительные услуги. Городская баня в современных условиях на месте не стоит. Теперь здесь есть и солярий, и массажеры, и инфракрасная сауна. Но самое главное, в общественной бане остался тот самый дух, который так любят здешние старожилы.